мираж это не затуманенное воображение а реальная истина ведь то что мы видим по факту есть здравствуйте подписчики здравствуйте зрители и сразу сразу я прошу прощения у моих друзей за такие небольшие прикольчики в плане их имен когда я говорил пашенди спальчик димыч вагиныч саша жирцов поэтому я прошу прощения вот но это реально немножко кажется обидно так что здравствуйте пашенди мальчик саша жильцов и димыч вадимыч ой то есть димыч андреич вот вот как их правда зовут поэтому прошу прощения заранее ну что же четвертое 4 серия второго сезона президент его 7 на счету и давненько я уже не играл я уже забыл чем мы тут делали вообще потому что было много дел нужно было работать нужно было фитнес-центр записываться нужно было покупать много вещей разбираться с как короче все мои вот эти проблемы и вам не не интересно мы играем в игру поэтому вам это не интересно пошел дождь возможно вы сейчас слышите за моим окном дождь это не в игре резидента у 7 звука это уже у меня за окном ну что же мы по моему что-то собрали давайте откроем наверное инвентарь посмотрим что мы собрали а мы нашли ключ от секционный только где конкретно это секционная я не знаю надо искать надо понимать что вообще делать мы также находили три собачьи головы и мы нашли по моему только две если не ошибаюсь нужно найти третью прошлой серии не было озвучки прошлой серии мы также играли за мию в фото плен в видео пленки за ней гналась маргарет мы от нее убегали спасались спасались бегством так сказать и теперь мы добыли ключ от секционной и давайте наверное откроем карту и посмотрим куда нам нужно бежать а вот кстати говоря по моему сюда нужно нам бежать так вот нас подвал тут у нас дверь просто закрыта да тут мы ничего пока что не откроем так давайте посмотрим ну давайте собственно попробуем добежать сюда кстати сразу же сразу признаюсь я уже купил резиденты у виллаш до купил она работает ну примерно нам на также на моем компьютере компе из картонки как и вот это вот седьмая часть примерно также одну плюс-минус хуже лучше но суть в том что фрапс она не берет эта игра эта игра не берет фрапс блять а у меня нормально более-менее современные игры записывать только блять фрапс и чё делать я не знаю пашенди мальчик надеюсь мне подскажет как с его стима obs а записывать резиденты ул 8 будущем потому что современные игры уже фрапс не берут почему потому что он нихуя не обновляется фрапс он как был с 2014 года по последнее обновление так она и осталась плюс жрет до хренище просто памяти до хренище памяти жрет а у меня и так как 50 осталось гигабайт как бы не сожрала до конца всю мою память поэтому мы должны быстренько разбираться я постараюсь уложиться в 30 минут не затягивать ничего и вообще ничего не затягивать так похоже это все те кто пропал без вести ну что же давайте посмотрим собственно что у нас тут еще можно найти так этому все осматривали в этой комнате мы уже были так что давайте смотреть дальше что а вот а это это ключ вороны нужно так а вот куда дальше бежать и честно а я кажется понял куда бежать дальше народ я кажется я понял кажется я понял давайте возвращаться обратно так я посмотрим в общем по моему именно туда куда я думаю это нам надо бежать получается опять в подвал да именно туда где мы были в прошлой серии где где какого черта пора ужинать а вот так прокачу тебя с ветерком я нет нет я знаю что я не могу на что рассчитывать после всего что я что за думаешь что добредишь мне ничего не помнила как отрезала папа ты не против если заберу маму ненадолго да не стой столбом сделай что-нибудь больше а а а а а а а а а А-а-а! А-а-а! Вот. Вот. Эй! Ты не веришь, что ты поздравил нас! Эй! Одна из них моя! Жой! Жой! Подними жадницу! И марш домой! Готов поговорить? Хочешь, чтоб я его вылечил? Ты не помнишь! А-а-а! 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 Не то слово! А-а-а! Идем. Мей нас ждет. В прошлые серии меня немножко дернули с Яндекса. Вот. Кстати, заранее, пока мы бежим... Что-то... Какие-то звуки. Пока мы бежим, я вам признаюсь, народ, я черный русский. Потому что загорел, руками загорел. Вот. Вот тут, а вот руками загорел. Вот здесь вот половина, половина тела осталось белым. Вот. Вот здесь вот загорел. И половина тела белым осталось. Поэтому я вам признаюсь чисто, что я черный русский. Вот так вот. Хе-хе-хе-хе. Так. Что мы там куда-то... Ну, здесь закрыто с другой стороны. Так. Да. Это я в курсе. Это я знаю. Бежим сюда. Так. Посмотрим, что нас тут ожидает. А мы тут ничего не видим пока что. Толкового. Так. Проседает. А. Проседает игра. Так. Ну что же. Опять враги. Враги, блядь. И нахуй. Блядь. Не забываем про блок, народ. Что здесь, что в восьмой части мы будем использовать такой же блок. Один и тот же блок, собственно, будем использовать. Вот так вот. Да-да. Похоже, все правильно. Мы шли именно сюда. Так. Давайте, наверное, смеша... А. Мы смешаем вообще? Нет. Мы еще ни с чем не смешаем. Так. Вот. Мы попали в какой-то сервер. Серверную. Господи. Двое, блядь. Двое, блядь. А. Блядь. Заставляет материться, пацана. Да что ж такое. Дрочит меня только так. Так. Одного мы вздрючили. Вздрючили одного. Другой ушел. Ну да, получается, они исчезают, когда мы, получается, убегаем от них все дальше и дальше, эти враги начинают тупо исчезать. И они появляются снова в той локации, где мы их первоначально встретили. убегаем. То есть, вот здесь получается. Да. Блядь, а их двое. Ёб твою мать. Надо сейчас сильно не убегать, потому что они опять исчезнут. вот. Ёб твою мать. Я думал я их убил. Блядь. Иди нахуй. Сука. Да аптечка нахуй. Пидорас, блядь. Ебаный. И что хочу я сказать, дабы не спойлерить события восьмой части. Враги там будут в миллиарды раз хуже, блядь, чем вот эти вот дебилы. Я сразу, народ, вам скажу. Это именно так оно и есть. Враги там будут реально в миллиарды раз хуже. И судя по тому, что нам они сейчас попадаются, мы все следуем правильно. И не будем затягивать время. И так уже время немного прошло. Уже почти 10 минут прошло. Сейчас постараемся их быстренько убить и не затягивать время. Если сейчас я проиграю, то я перемотаю мою... Перемотаю, короче. Так. Блядь, откуда тут-то респаунился? Они заебали вот с этой самой, с разных сторон респаунились. Да блядь, я блок поставил. Культа не успел блок поставить и белой. Скотина. Ну молодец, блядь. Что я могу тебе сказать? Я блок как бы ставлю, он не успевает блок ставить. Тут еще пару врагов, блядь, да. Ну давай блок ты успеешь поставить? Блядь. Все. Это я еще на нормале играю, а если б я играл на харде, что было бы тогда? Да ничего хорошего бы тогда не было. Мы в принципе не можем в серверную попасть. Потому что нас атакуют постоянно враги. И еще двое, блядь. Ага, вот, блок сработал. Блядь, два патрона осталось. И чем мне их убивать теперь? Ха, блядь, прикол, мне их убивать нечем, блядь. На них реально нечем убивать, народ. Потом я все патроны на них поистратил. Капец. Открыл дверь. Давай открывай дверь, блядь, дебил. Все, они там где спаунятся. Тут выбора другого нету. О, патроны дробовика. А у меня дробовика-то, блядь, нет. Поэтому. В этом бессмысл. Вот голова красной собаки. Ёпу, заебали, донатите на сейчас. Подождите, мужики. 15, ёбаный, 18 патронов, блядь, не хватает, чтобы убить Лика на часах. У меня какая-то, блядь. Чё, бессмертный, что ли, блядь? Блядь. Блядь, просто. Сложность поменьше, ты будешь дома у себя ставить. Умник. Да стреляешь ты, тварь, ёбаная, блядь. Это всё, это пизда тебе, блядь. Иди на хуй. Да бери ты, тварь, блядь. Своего стрима, блядь. Заебали, донатите. Чите, ой. Джек, чё ж ты так ворчишь-то на всех? Всё будет хорошо. Все не будут, никто так часто донатит, не переживай. Короче, направляемся дальше. Хорошая новость. Мы продвинулись наконец-то дальше. Плохая новость. У нас лепая нету. И, блядь, не хочу спойлерить, но сейчас скоро реально будет босс. Нам просто нечем его побеждать, этого босса. Потому что нету ничего, в принципе. Три аптечки. Ну, с аптечками, ладно, более-менее нормально. А вот с патронами вообще беда. У нас вообще их нет. И непонятно, чё да как тут добывать и всё прочее. Так, что у нас здесь? Сокрыто. Я не знаю, честно, народ. Я не знаю, что вообще делать. Так. Что-то глаза у меня такие красные. Не то слово. Не то слово. Так. Тут у нас эпоксид. Давайте, кстати, смешаем эпоксид с патронами. Получим заполнительные патроны. О, отлично. Ну, хоть десяточка патронов уже радует глаз, как говорится. И вот у нас получается собака. Деталь собаки. И стоит нам только её взять, мы сразу же упадём. Как и в трейлере, который в каждой серии идёт. Тут у нас дверь со змеёй. И у нас, конечно же, ключа нету, как мы её откроем. Так. Сейчас будем собирать порох. Смешаем его. Ни с чем его не смешаем. Надо с эпоксидом смешивать, у нас ничего нету. И, насколько я помню, уже можно получить дробовик. А я его не получил. И как теперь мы будем побеждать босса, который сейчас будет непонятно, как ему побеждать. И поэтому мы просто вынуждены вернуться назад и посмотреть, что мы там пропустили. Почему мы не собрали дробовик сломанный. Где мы его пропустили? Это самое главное. Потому что, по идее, мы уже должны были собрать дробовик ржавый. Но где-то мы его всё-таки не нашли. Может быть, загоним в карты. Посмотрим. Так. Морг, морг, морг. Котельная. Да уж. Дробовика нет. Вот что тут. О, ещё эпоксид такой красный. Ух ты, ещё патроны. Это какие-то усиленные патроны. Да, это какие-то усиленные патроны. Вот. Мы можем их перезаряжать. Это усиленные патроны. Мы можем ими стрелять. И враги будут быстрее убиваться. Тут ещё патроны дробовика. Ну вот, нам уже дают патроны дробовика. Готовят нас к стычке с боссом. А у нас самого дробовика, блять, нет. Ну, пиздец какой-то вообще. Просто пиздец. Что я могу сказать народу? Ничего я не могу сказать. Ещё эпоксид. Неплохо, неплохо. Ну, всё равно, всё равно нам с одними эпоксидами не справиться. С одними патронами пистолета не справиться. С Джеком никак. Так. Блин. Так, сейчас смешаем. Ещё патрон ключ. Неплохо, неплохо. Но всё равно мало. Всё равно мало. Где-то мы проеба... Пропустили дробовик. Где-то можно уже его собрать было. Где-то можно, народ. Я точно это знаю. Ключ из скорпиона. Ух ты. Ключ из... Точно! Понятно, почему. Где мы его пропустили. Я теперь понял, народ. Блять. Рест ебаный. Я понял, народ. Давайте, короче, мы... Теперь я всё понял. Теперь я всё осознал. Я даже знаю, где находится этот дробовик, который мы пропустили. Поэтому мы просто возвращаемся. Идём с вами на второй этаж. Просто идём на второй этаж. И сейчас скоро мы уже добудем. Добудем дробовик. Наконец-то. Вот. Скорпиона. Открываем. Дверь. А, вот. С другой стороны её открыли. Теперь просто поднимаемся наверх. Джека мы тут уже не встретим. Может и не переживать. Вот. Пока что можно не переживать. Но здесь будут такие моменты, а-ля Resident Evil 3 с Немезидой, когда нам нужно будет постоянно убегать от кого-либо. Убегать от какого-либо там... Такого злого врага. Так. Вот у нас. Скорпиона. И, по-моему, здесь, если не ошибаюсь, находится дробовик. Да, вот он, сломанный дробовик. Вот. И это и имел в виду народ. Именно это. Тут у нас записка. Ой, записка. Дорогая миссис Бейкер. Как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на собеседование. На обследование. Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки. Тёмные места в области головы это какие-то грибковые образования. Похоже, это какой-то вид плесени. Это, наверное, она приходила туда, ну, как бы сказать, обследоваться, чтобы понять, что у неё происходит. Да ещё, как бы, до этого полного заражения этим вирусом. Ебаном. Получается, галлюцинации и посторонние звуки, которые вы слышите, могут быть вызваны этими образованиями. Если симптомы вызваны грибковыми паразитами, следует всё удалить, пока не поздно. Не хочу вас пугать, но меня серьёзно беспокоит ваше здоровье. Не медлите. Приходите в больницу сразу, как вы рассчитаете это письмо. Постоянно рекомендую вам пройти дополнительное обследование. Крауфет Ленг, больница Далвий. Далвий, штат Олизиан. Понятно. Так, тут ничего нету. Тут патроны дробовика. И отлично. Ещё эпоксид. Давайте ещё сделаем патрончиков. Вот. Вот теперь можно уже стыкаться с Джеком. Так, тут что-то ещё. Челюсть серьёзно. И нафига нам она нужна? Ещё записка. Как же устал гонять этих говнюков по двору. В следующий раз, если кто-то из гостей сбежит, спрячь собачьи головы, чтобы нельзя было выбраться из дома. Давай прятать в этих местах стоящие часы в общей комнате, книга в гостиной, секционная в подвале. Ну, написали, конечно, письмо, когда я уже нашёл давно уже все эти головы. Осталось последнюю только забрать и всё будет отлично. Так, у нас патроны. Для чего патроны? Для пистолета, для чего ещё? Так, короче, вот мы всё уже посмотрели, осмотрели гонять. Гонять не своего лысого будешь. Ой, блядь. И, короче, всё, народ, всё. Теперь мы смело можем уже брать дробовик и уже идти в стычку с боссом. Да, именно так. Именно так и никак иначе. Я не буду ничего тут осматривать, никакие дробовики. Просто мы, получается, берём дробовик и даём ржавый. Да нет, просто использую его. Блядь. А, вот. Всё. Всё, вот он ржавый. Как в первой части, прям какая же, блин, головоломка, блин. Фабиана далеко не ушёл. Но, к сожалению, так-то он ушёл. И с капком недавно, да. К сожалению. В другую какую-то компанию. Всё, вот мы получили дробовик. Собственно, давайте мы его, наверное, даже осмотрим, перезарядим. Так, вот он дробовик наш. Помповое ружьё. У выстрела большой разброс, поэтому лучше использовать его на малой дальности. Так. Вот мы можем его осмотреть. Вот он, такой прикольный дробовик. А в Residential 8 можно ещё уменьшать и увеличивать эту хуйню. Не просто осматривать, ещё уменьшать и увеличивать. Конечно, тот же самый дробовик, что и в первой части, похожий. Поэтому просто теперь уже смело, да, смело, мы уже можем двигаться, получается, дальше. Дальше можем двигаться. Сейчас сохранимся. Я не знаю, успею ли я за 10 минут пройти. Не успею, посмотрим. Хотя бы Джека этого, блять, пройти. Посмотрим. Должен успеть. Так. Третья, три собачьей головы. Вот, да, сюда и сохраняемся. Всё. Не будем медлить и идём уже дальше. Идём, просто говоря, дальше. У нас уже всего, в принципе, предостаточно. Вот автосохранение пошли. Тут у нас ещё враги. Я уже молчу. На тех врагов мы и снова не обращаем никакого внимания. Просто идём вперёд и забьём на них хуй. Потому что они нам, в принципе, никак не нужны и не страшны. Так, вот появляются враги. Мы просто обходим их. Пошли они в жопу. И идём дальше. Дальше. У них определённая дистанция. Они дальше своей дистанции пройти не могут. У них прописана определённая дистанция. Народ. Такие. Такие дела. Вот ещё гильз тербовика. Собрали. Так что, вот такие вот дела. И берём голову и съёбываем отсюда. Ну чё со хуйня какая-то, блядь? Блядь! Ты чё творишь? Чё ты меня пнул? Скотина! Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и пинаем его, блядь. Блядь, мне нос чешется, ааа, блядь. Собираем тут все эти самые примочки, бензопила у нас тут, а у нас все занято, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Печаль беда. Не забываем про блоки. Блядь. Блядь, я не знаю, чем вам мочить. Вот чем вам мочить. Ты как дышь отталкивается. Так что все, че-дэ, сейчас мы тебя, блядь, замочим, нахуй. Аааа. Че-дэ, не бей меня. Ай, блядь. Блядь, не нахуй. Думаешь, что навредишь мне? Блин, мне нужно бензопилу взять. А для этого нужно сейчас освободить два... Все, мы освободили два места. Круто. Ни фига не пилит. Он взял свою бензопилу. Ёба, блядь. Аай. Все. Все, мы взяли эту бензопилу. Все, съебываем быстрее. В общем, тут тактика такая. Сначала мы просто его мочим обычным оружием. А потом, когда он уже сгинается, сгибается уже, мы его мочим бензопилой. Это, в принципе, не так сложно, как кажется, тем более на нормале. Блядь. Сейчас, Пашенди, скачет, окорешь. Ух ты, сука. Блядь, я уже начинаю... Блядь, перезарядка, я как не... Я мамке пожалуюсь. Ах ты, сука. Ах ты. А-а-а. Ты какого хуя? Ты перезаряжаешься, долбоёб. Некогда, блядь. Ах ты, блядь. А-а-а. Я буду мамке жаловаться и плакать. Все, вот мы доставим дробовик. И вот так вот мы его мочим. Вот так вот. Да-да-да. И так постоянно. Еще одна осталась. Это хуйня. Блядь, попасть не могу. Ах ты, сука. Ой, да ладно. Что ты мне, блядь, сделаешь. Да, блядь, я мочу в его хуйню. Блядь, я косая, долбоёбка. А-а-а-ай. Сука. У меня уже мало патронов осталось. Перезаряжай быстрее. Ну, убери свою хуйню. Ай, блядь, ЧД меня дрочит. Сука. Мразь, ебаная, блядь. О, мы видим мы-то, как он поднялся и упал. Ну, что, повторяем попытку, что делать. Раздрочил нас, блядь, ЧД, ой, Джек, то есть. Ну, блин, у меня уже времени мало, ну, блин, ну, серьезно. Ну, времени реально мало. Быстрее, все. Я, короче, перематываю до того момента, когда мы его уже более-менее уже... Да, перематываю до того момента. Итак, народ вот более-менее дошел до того момента. Сейчас мы вот, я уже его немножко расфигачил. Вот осталось сейчас, короче, использовать уже усиленные патроны для пистолета. Про них я забыл. Я все потратил патроны обычные. Еще есть усиленные патроны для пистолета. Я про них забыл. Вот сейчас мы их используем. Пока они еще остались. Так, давайте. Блядь, не то. Я хотел... Все, усиленные закончились. Давай, атакуй его. Все, блядь. Сука, скотина. Все, едино. Ты скотина, я тебе, блядь, сейчас дам. Чидеты, блядь, епан. Просто блок ставим. Из бензопилой. Блядь, мне мотор закончился. Аптечка! Аптечка! Раздрочен. Все, блядь. Трочись! Да, твою мать, мне дверь ебаная, блядь. Да, твою мать, блядь. Да, твою мать же ж, блядь. Я хуже знаю, что тут делать надо. Тварь ебаная, блядь. Пизда мне, блядь. Нихуя я не вижу, где б... Что ты иди нахуй, все, не мешайся. Мне и так памяти уже мало заканчивается. А, блядь. Я не знаю, все это или нет. Учитывая, какой он, блядь, живуч. Купил Эппл, страдай. Вот и я с этим абсолютно согласен, Изя. Ой, то есть... Так, просто рубим мензопилой вот решетку железную и съебываем быстрее, отсюда уходим. Приходится материться народу, ну так неинтересно. Ну я понимаю, что сейчас там, думаю, там... Чего ты смотришь, там матерится парень? Какой-то ничего себе, воспитания нет. А так неинтересно. Ну так просто вот ходить, ничего не говорить такого. Ну неинтересно такое. Так, вот мы, получается, с другой стороны открыли двери. Мы получили нашу... Нашу деталь собаки в третью. Наконец-то мы это сделали. И теперь мы сможем, собственно, выдвинуться дальше. Я надеюсь. Я на это надеюсь. Все. Так. Аптечка. Ух ты. Я про это еще-то не обратил внимания. Бензопилу мы потеряли. Она трестала, к сожалению, да. И вот теперь думайте, кто не играл в Residential 7. Думайте. Все ли, все ли, прошли ли мы уже полностью все этого Джека... Ой, ну, Джека Бейкера. Победили ли мы его полностью? У него еще все-таки респаунится. Вот думайте теперь, народ. Вот теперь думайте, те, кто не играл. Вот теперь думайте. Все ли так просто, как Караса или нет? Или не все ли так просто. Так, враги будут спауниться, мы просто отсюда уходим. А, нет, не спаунится, кстати. Похоже, когда мы убиваем Джека, тут уже ничего не спаунится. Так, даже сэкономили патроны от дробовика. Закрытый патроны, закрытый патроны, ну, понятно, понятно, вот мы сейчас не сюда, не сюда, мы не туда пошли. Тут есть быстрый обход. Вот, а вот и он, кстати. Да, чтобы не тратить много времени. Так, все, теперь мы наконец-то вставляем последнюю голову собаки. И можем... Блядь, опять эта бабка, ой. Ну, если она попадается, значит мы все делаем правильно и двигаемся верно. Открываем дверь, вставляем эту голову собаки, третью. А, гля, нет! Головы-то собаки три, все правильно, но у него еще есть туловище. У собаки еще есть туловище, вот в чем смысл-то, народ, вот в чем смысл. Так что не все еще, нифига, не все, еще туловище и ноги. Но это будет точно уже последняя деталь. Уже, вот. И все уже будет нормально. Но теперь я уже, честно, и не помню, куда дальше нам, собственно, двигаться, в принципе. Я этого даже не знаю. Но это мы уже будем делать в следующей серии. А пока мы сохраняемся и уже заканчиваем. Потому что, боюсь, у меня может закончиться память на диске D. Да, как-то так. В общем, сохраняемся. Так, в эту же. Все. Это была четвертая серия второго сезона Resident Evil 7 и его прохождения. Тут было не так много озвучки, то есть практически не было. К сожалению, вот, будем ждать, будем ждать. И я что-то, честно, не ожидал, что еще туловище надо будет собрать. Я забыл. Но надо его реально собрать. А вот где собрать, я пока ума не приложу. Будем искать. Может быть, я сам, чтобы у вас время не тянуть, попробую найти место, где искать это туловище. Ну, мы получили все-таки с вами ключ от, получается, Скорпиона. И уже непосредственно, скорее всего, откроем какие-то еще двери Скорпиона, которые... Благодаря которым мы уже найдем, собственно, четвертые три головы и четвертую туловище собаки. Так что вот в следующей серии мы этим и займемся. Все, народ, с вами был я, Кирилл Ржевский. Собственно, четвертая серия второго сезона Resident Evil 5, ой, 7. Пока зрители, пока Пашенди Мальчик, пока Димыч Андреевич и пока Саша Жильцов. Увидимся уже непосредственно в следующей серии. Хотя, если вы, конечно, вообще ее смотрите. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok